Мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало, я хочу еще немного больше. Мало-мало-мало-мало-мало, разрешаю, это значит можно. Мир, дружба, жвачка. Третий сезон. Смотрите 4 мая только на премьер. Добро пожаловать на лучший канал про кино Тип-Топ. И в этот раз мы подготовили для вас топ-10 новых фильмов 2023 года, которые уже вышли в хорошем качестве. А если ты хочешь выиграть 5000 рублей, то подпишись на канал, нажми лайк и колокольчик, поделись этим видео в любой социальной сети и посоветуй фильм в комментариях. За самый интересный совет я отправлю деньги на банковскую карту. А это победитель из прошлого видео. Может в этот раз выиграешь именно ты. Жду тебя в комментариях. Выполняй и побеждай. Приятного просмотра. Занимаешься бизнесом, требующим много сим-карт? Например, маркетингом? Тогда слушай внимательно. Есть такой сервис под названием «Симрулет». Ребята занимаются изготовлением сим-банков и агрегаторов. Не каждый вообще слышал, что это такое. Но тот, кто об этом знает, уже на шаг впереди. Смотри, это CR-органайзер. В такую небольшую коробочку помещается 24 сим-карты. Ее можно установить дома, подключить по Wi-Fi к интернету и управлять всеми ими дистанционно из любой точки мира. В панели агрегатора можно настроить макросы, к примеру, на платное действие раз в месяц. Тот, кто связан с СММ, тот точно сталкивался с такой проблемой, как случайно забыл прозвонить симку, и вследствие оператор ее изымает и продает другому человеку. Помимо этого, у данной коробки есть разъем под аудиогарнитуру, а это значит, что вы можете пользоваться агрегатором как телефоном. У «Симрулет» есть агрегаторы с возможностью подключения до 4000 сим-карт. Переходи по ссылке из описания и получи более подробную информацию. Десятое место. Мой ужасный сосед. Когда веселая молодая семья переезжает в соседний дом, Отто встречает пару в своей манере. Но вскоре неожиданная дружба с соблазнительной Марисоль перевернет его мир с ног на голову. Я принесла еду. До свидания. Вы вечно неприветливый. Я не неприветливый. Да, само добродушие. Кот теперь ваш, Отто! Кровати тебе не отдам. Когда один идиот учит другого, дело плохо. А вы на урок. Спасибо! Сцепление, тормоз. Тормоз, машина встала! Чуть не врезалась. Да и черт с ним, там не... Девятое место. Тетрис. Увидев в 1988 году на выставке в Лас-Вегасе видеоигру Тетрис, созданную советским программистом Алексеем Пожитновым, предприниматель Хэнк Роджерс тут же купил права на дистрибуцию игры в Японии, так как распространение в остальном мире уже принадлежало компании Microsoft. Уж что бизнесмен также сумел договориться о сотрудничестве с компанией Nintendo. А когда та собралась выпускать революционное устройство Game Boy, Хэнк решает сам отправиться в Москву, чтобы лицензировать популярную игру на новой игровой системе. Поеду в Москву. Может, сначала с женой поговорить? Первопроходцы рискуют всем. Не в прямом смысле же. Слушай, ты когда-нибудь слышала, чтобы в квартире было так тихо? Это изобретатель Тетриса. Это гениальная игра. Я сделаю вас миллионером. Мистер Роджерс, вы когда-нибудь договаривались с русскими? Мы здесь ради Тетриса. Вы все здесь только ради денег. Что он сказал? Я не знаю русский. За вами и вашей семьей следят те, у кого в партии вся власть. Вы знаете, где ваш муж? Что здесь происходит? Мир меняется, и Советский Союз не хочет отставать. Хотите играть с большими парнями? Так устроен мир. Мы не можем вас защитить. Иногда нужно забывать правила. Давай, давай. Восьмое место. Лютер. Павшее солнце. Детектив Джон Лютер сбегает из тюрьмы, чтобы выследить серийного убийцу, терроризирующего Лондон. Вы обещали помочь мне. Вы знаете, что они сделали с моим сыном. Я должен остановить его. Я все еще коп. Уже нет. И если откажетесь сдаться, тактический отряд вас ликвидирует. Надвигается что-то ужасное. Джон, я смотрел тебе прямо в глаза. Мне было любопытно. Я хотел понять, видишь ли ты, на что я способен. Человек, который знает все о таких людях, как я. Седьмое место. Аватар. Путь воды. После принятия образа Аватара солдат Джейн Салли становится предводителем народа Нави и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого побороться. С Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращается до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор. Я слышу, как бьется ее сердце. Она так близко. Как же звучит ее сердцебиение? Величественно. Путь воды соединяет все вещи. До твоего рождения и после твоей смерти. Это наш дом! Мне нужно, чтобы ты была со мной. И мне нужно, чтобы ты была сильной. Сильный сердцем. Шестое место. Крид 3. На свободу после длительного тюремного заключения выходит друг детства Крида и бывший вундеркинд бокса Дэмиан Дама Андерсон, который горит желанием доказать, что заслуживает своего шанса на ринге. Чтобы свести счеты, Донни должен поставить на карту свое будущее, ведь Дэмиану нечего терять. Дэмиан? Как долго ты был за решеткой? 18 лет, бро. Вышел на прошлой неделе. Рад, что ты вернулся. Я знаю, что меня долго не было, но я поддерживал себя в форме. У меня есть еще порох в пороховнице. Приходи в зал. Спасибо. Любопытно, что с вами случилось. А он тебе не рассказывал? Мы были как братья. Хотя я был лучшим, но у меня не было возможности доказать это. Это мило. Эй, эй! Что ты делаешь, чувак? Ты что, меня убить хочешь? Эй, эй, эй! Я знаю, что ты делаешь, Донни, но ты ничего не должен этому парню. Дэмиан борется с миром и пытается причинить боль людям. Я проучился за тебя. Думаешь, я сумасшедший? Попробуй провести полжизни в камере, наблюдая, как кто-то другой живет твоей жизнью. Я верну себе все. Ты мне угрожаешь? С тобой что-то происходит. Дэмиан был мне как семья. Но наши пути разошлись. Пятое место. Операция «Фортуна». Искусство побеждать. Суперагент британской разведки Орсон Форчун наслаждался заслуженным отпуском, когда родине срочно понадобились его услуги. Из секретной лаборатории похищено предположительно смертельное оружие, поэтому, собрав команду из лучших оперативников, Орсо выходит на посредника в готовящейся сделке продажи миллиардера и большого поклонника знаменитостей Грэга Симонса. А чтобы подобраться к нему, в качестве прикрытия решает использовать известного голливудского актера Дэнни Франческо. Милых лиц прям кровь стынет. Для такого дела нужна достойная наживка. Несомненно. И на что ловим? Дэнни Франческо. Актер, да? Любимый актер Грэга Симонса. А как подцепить его на крючок? Шантаж. Искусство побеждать. Цинично. Начнем. Ты вообще кто? Твой новый менеджер. Слышал, между тобой и твоей кузиной аж искры брыжут. Да, я люблю свою кузину. Да, Дэнни. Притом во всех смыслах. Нет причин нервничать. Нет причин нервничать? Они всего лишь убийцы. Ты же актер. Играй. Ладно. Я готов. Заработал. Кто-нибудь ущипните меня? Это Дэнни и Франческо? Какие творческие планы? Сыграть загадочного талантливого миллиардера. То есть сыграть меня? Смотри, вникай. Повторяй все за мной. Что бы я ни делал. Кто бы ни снабжал Грэга, вчера он был среди нас. Его друзья. Я внедрюсь к друзьям Грэга. Ты только не забудь их сперва в кино сводить. Ну, перед тем, как будешь в них внедряться. Четвертое место. Человек, муравей и оса. Квантомания. О приключениях бывшего мелкого преступника Скотта Лэнга, ставшего обладателем костюма, позволяющего уменьшаться и увеличиваться в размерах, вместе с напарницей Хоуп Ван Тай, дочерью известного физика и энтомолога Хэнка Пима, разработавшего костюм Человека-муравья. Скотт вновь спасает мир от угрозы. Что? Это за место? Это тайная вселенная под нашей. Чего ты там боишься? Я не все тебе рассказала. Здесь не мир, не то, чем вы его считали. Я верну вас домой и дам больше времени, если поможешь мне. Ну, что выбираешь? Человек-муравей. Третье место. Аферисты. Мошенница, обманывающая миллионеров с Манхэттена, встречает авантюриста, который зарабатывает на аферах с хитрыми схемами. Что ты делаешь? Зашел повидаться. Ты не вовремя. Ладно, понял. Пока, папа. Я полагал, что сын, он оследует мое дело. Но у него нет выдержки. Он слаб. Он тебя зацепил. Ну, еще бы. Он миллиардер? Мы празднуем. И какой же у нас повод? Миллиарды долларов. Закатай рукава. Доверься мне. Честного не обманешь. Поэтому мы не сочувствуем объекту. Ты правда мне нравишься? И ты мне тоже. Ты соврала мне. Все мы люди. И мы просто хотим, как лучше. Матерь за тебя страдает. Я этого не потерплю. Я должен свалить. Какой будет итог? Печальный. Что ты ему сказала? Я возьму миллиард долларов и запущу им в тебя. Сандра! Это не сон? Это не сон. А чем докажешь? Второе место. У нас привидение. Мужчина утверждает, что подружился с безобидным призраком, который похож на актера, Эрнеста Боргнайна, и становится знаменитым в интернете. Смерти? Говорят, там призраки. Нет, погоди. Не уходи. Покажем маме. Нет, нет. Весь мир очарован Эрнестом. Три ляма просмотров за шесть минут. Бабки! Из-за вас вся наша улица сошла с ума. Не смешно. Я Кевин. Прямо сюр какой-то. Говорить можешь? Что с тобой случилось? Эрнест! Не помнишь? Если возьмёмся выяснить, что случилось, то придётся выйти. Это Эрнест! Никаких сожалений. Нам приказали задержать призрака. Поджатьте его! Отвали! Да. Жизнь вне закона тебе идёт. Первое место. Кокаиновый медведь. 1985 год. Из пролетавшего над лесами штата Джорджия самолёта наркокурьер выбрасывает несколько пакетов кокаина. Часть из них находит барибал и съедает содержимое. Животное приходит в неистовство. И теперь всем туристам-рейнджерам и случайно попавшимся на его пути бедолагам сильно не поздоровится. Там вон ещё. Похоже, его просто выбросили. Я ищу свою дочь. Лес опасное место. Эй, Генри, зацени. Кто-то уже полакомился. Может быть, олень. Нет, нет, не еши-то, не еши-то. Посмотрим, как это на тебя подействует. Медведь нахрен захавал кокаин. Да медведь! Медведь? Охренеть, блин! Эй, это непристойно. Не ссы, медведи не умеют лазить по деревьям. Ещё как могут! Хайя, бэйби! О, чёрт! Похоже, это было то, что делает мужчина мужчиной. А какой из фильмов добавил бы ты в этот список? Напиши название или даже сразу несколько названий фильмов или сериалов 2023 года, которые ты считаешь лучшими в этом году. Если твой фильм мне понравится, то я отправлю тебе 5000 рублей на банковскую карту. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, ведь я очень старался. Смотрите только хорошие фильмы, а я посмотрю плохие. Д diploma square Вид prim hijитайcze Редактор субтитров А.Семкин Корректор делся